Давай. У нас камбэк в очень неожиданном экспериментальном составе без главного, собственно, камбэкчика. В b4 играем или как? Как угодно. Наша задача пожертвовать два качества. Два качества. Да. А он не даёт ладью вскрыть. Ладно, подкрут. Ну, надо же ладить ладью, значит, а4, так сказать. Ой, я придумал отличный. Смотрите, надо я кунь е5, ферзь d4, слом b2, ферзь b2, кунь c3. Запираем ферзя. Идея для камбэк. Ну, как-то видишь, мы не оценили сразу. Ну, вот вариант. Я понял, понял, что ты говоришь. Ну, может, не все поняли. По-дому силу не можем вводить, так что. Ну что, жертвы? Да, слом и всем бей. Да, жертвы. Там не та, что про. Там не контакт. Там, походу, скоро конец будет. После конца е6 там. Не, ну какой конец? Личная фигура старше. После е6 будет обидно. Ладно, я придумал. Сейчас мы сыграем король g8, ферзь f3, ферзь e8. Е6 и дадим мат пешкой. Он король е8 будет. Ты е6, он а6 и теперь zh5. Ну, это... Это гениально. Так, он будет а6, ферзь h5 и мат. Да. Почему-то мне кажется, что вряд ли. Так, что тут еще? Сейчас на тоненькой здесь. Сначала ферзь f5, з6 и ферзь f3. Можно еще сыграть слом b2, слом b7 и ферзь f5? Не, так здесь, походу, конец еще. Просто. Да, ну ладно, договори. Вообще вряд ли, если честно. Что, ферзь f5, ферзь f3 или все-таки ферзь... Наверное ферзь f5, ферзь f3. Чтоб слом b2 было стэмпом. Да, да, да. Ладно, окей. Какой-то странный камбэк. Мы уже выигрываем. Зрители не оценят. Честно. Может быть, кстати, мы с Васей были неправы. Потому что, может быть, слом f6 есть ход. Да ладно, я думаю, что... Ааа, он хочет ладей e8 в конце варианта. Ферзь f7 и конец 7. Не, ну слом b2 надо играть. Другого не верно, походу. Слон b2 ладей f8. Ферзь f7 и конец 7. Просто выигрываем. Кого? Ферзь... Ферзь... Ферзь f8. А потом... А потом ферзь f6 там съедает. Шах и потом слом b2. У меня такая идея. Есть возражения? Нет. Уходи слом b2. Правда, у ферзь ладей f8. Ну, слом b2, ладей f8... Не знаю, что-нибудь придумаем. Будешь 7, просто играешь и выигрываешь. Как? Кого? Кем? Будешь 7, потом ферзь f6, потом ферзь f6 и все. Ладно, вот это важный момент в партии. Важный момент в партии. Когда мы думаем сдаться сразу или еще посопротивляться. Это как в недавних выпусках с Виталием. Не, ну слом b2, мне кажется, стол на партии. Там была идея скинуть вообще. Типа, и конь f7 мат спертый, да? Вообще-то тут есть туда слон e6. Правда, после ферзь f6, ладей f7, ферзь g6, это неожиданно вилк. Ну, ладей f8, слом b2. Ну, все, заканчиваем. Кого? Вообще-то тут нас уже заканчивают. Забираю пешку. Нет, два ноля надо играть. А пешка тоже заманчивая. Пешку забираю, все защищено. Ну, видимо сбросит качество, сыграет ферзь g2. Вообще, может неприятно оказаться. Да нормально там еще. Нет, я согласен с Васей. Надо играть принципиально. Не, идея f6 играть ферзь g8. Это, ну, это однозначно. Развитие фигур. Не угадал. А d3, слон h6. d3, ферзь g6, у нас... Так мы на h6 забираем. А, у нас забирают на h7. Ну и нормально. Так играй в коне в 6 пешку, f6, f6. Не, не, не получается. Э, идея? Идея? Ладно. Я думаю, пора... Пора. Братцы... Братцы, пора. Пора играть камбэк. Смотрите, что сейчас произойдет. Вот наблюдайте за руками. Сейчас мы всех поведём вперёд, не глядя. У нас не хватает двух фигур, то есть самое то для команды. Забирай на А6, забирай на А6. Да, только надо КНЖ-5 включить, шах, КНЖ-5 включить, чтобы коня не отдать. Ну всё, мы в игре, всё равно человек лучше, наверное. Да не может быть там лучше, там такой человек сидит на платеже. Вася припечатал. Шадя Е1, то вообще я ВЦ-3 пошёл. Я только сейчас помню, что надо было КНЖ-3 играть обязательно. КНЖ-3 это назад, это не вариант. Ладно, тогда взрываем. Ладья Е1? Нет, надо сделать ход назад. Это мы вводим соперника заблуждение, мы шли вперёд, 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 а тут обманный манёвр. Ну всё, КНЖ-6 короче. Сейчас КНЖ-6 будет? Или нет? Не будет. Ладно, не будет. КНЖ-3? КНЖ-3 сыграет? Ладно, времени мало. Возвращаемся. КНЖ-3 пора играть уже. Ничего не видит. Под крут падает флаг. Бьём, уходим. Дядя Е1 пусть бьёт на Ф3, это задумка. Вида в том, что нет идеи на мату никакой. Ну вперёд, да. Пять секунд? Не, ну что это за ходы? Ну это несерьёзно, да, так сказать. Ладно, тогда я неснесу ему флаг. Камбэк отменяется. Да, Ладья Е3, Ладья. Тут главное не терять присутствие духа, вы не понимаете. Всё понятно. Шахт надо нужно дать. Победа. Это почти мат, кстати. Надо добавить пешку на Д4, вот смотрите. Ещё вы пешку одну, другую, вот эту пешку на Д4 приставите, это мат. Камбэк почти удался. Всем спасибо за внимание. Ну вот, я вот ещё, конечно, когда. Ну вот...